А перед началом ролика хочу порекомендовать канал моего коллеги. Парень занимается перепродажей автомобилей и от первого лица показывает и рассказывает обо всех нюансах этого дела. А также делает обзоры на различные интересные тачки. Сейчас, к примеру, он купил очень интересные автомобили и попал на замену двигателя. Давайте поддержим начинающий канал подпиской. Напишите, что от меня, мне будет приятно. Ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании. Ребята, всем привет. Ну что, у нас очередной выпуск на основном канале. Как вы помните, я покупал вот этот замечательный автомобиль под себя, поездить, покайфовать. Это Audi Q7 2008 года на 4,2 моторе за 570 тысяч рублей. Были небольшие проблемы с мотором, да, помните, пришлось в эту тачку вложиться, так сказать, подготовить ее под каждодневную езду. Короче, отъездил я на ней где-то две недели, может, чуть больше, примерно километров 800. Ничего пока не вылезло. Честно говоря, езжу кайфую. Но, к сожалению или к счастью, пришло время прощаться с этим автомобилем. Мне предложили очень интересный вариант. Я не могу его упустить. Это шаг наверх, шаг вперед. Такой тачки у меня еще не было. Я знаю, что многие из вас кайфанут от этой тачки. Не переключайтесь. Чуть позже, я думаю, что вы ее по-любому увидите. Ну, а сейчас моя задача продать этот автомобиль. Честно говоря, после выпуска у меня скопилось много клиентов. Там подписчики, знакомые просили продать этот автомобиль. Я говорю, как накатаюсь, так сразу же дам знать. Прямо сейчас я сажусь в автомобиль, начинаю обзванивать, написывать тем людям, которые готовы были купить эту тачку. Надеюсь, у меня получится грамотно ее продать. Там ни в ноль, ни в минус, да, а хотя бы с каким-то минимальным наваром. И после этого мы сразу летим за той интересной тачкой. Так что желаю вам приятного просмотра. Алло. Алло, ну что, вы где? Мы в Рио. Переходите тогда этот, на вкрытую парковку на второй этаж. Я уже подъехал почти. Понял, понял. Тут прям это можно перейти, короче, по верху. В общем, ребят, какая ситуация. Нашлись покупатели на Audi Q7. Поторговались уже, я хотел изначально 700. Но, короче, с учетом всех торгов, отдаю ее за 670 тысяч рублей. Заработаю немного, потому что тоже вложился, ну, вы знаете, да, у меня. Ну, я думаю, тысяч там 50, наверное, заработаю. Ну, если они сейчас заберут, конечно. Так-то они ролики смотрели. Ну, это подписчики. Надеюсь, что сейчас заберут. Вот встреча у нас на парковке накрытой. Потому что сейчас уже темно, и чтобы нам подснять, чтобы все было видно. Все, ждем, короче. Приветствую. Привет. Ты что, вот эта аппарата, да? Да. Достаем фаналик. Ничего не изменилось, короче. Все как на видео. А что они по кузову вообще рвут? Да ты сейчас ничего тут не увидишь. Она грязная. Ну, а так нет, ничего там, дефекты не сдуйте. Нет, нет, ничего. Все нормально. Диски, конечно, кривые. Кривые бьет, что ли? Нет, вот эти вот. А, а эти колеса? Да. А, да. Китайские, потому что. Что-то красилось, да? Ну. Я не пил вообще по краске. Нет. Я думаю, смысла нет. Что-то здесь по-любому крашено. Видите вообще как новый, да? Одного. Ну, визуально как новый. Внутри не знаю. Да, только сверху. Не, ну он этот, как его, нормально все. Ну, ты слышишь, как работает. А какой шланг ты говорила? Он там, под машиной. Да, ты его здесь не увидишь. Да не, я вот сколько наездил, ты сам видишь, он сухой, ничего нигде не сопливит. А это что, вот антипризис или что это такое? Где? Ну, вот это. Ну, это то, что было масло еще до этого, да. Его же мыли здесь не этот, как его, не керхером, ахимией просто тряпочками протерли и все. Прокатись здесь вот. Коробку там послушаешь, что там как. Переключает. Да нет, все работает. Лучше спросить просто, что не работает. Я тебе скажу. Каждая лампочка все горит, все моргает. Душа тоже все дает. Да, да. Нравится? Да. Берешь? Интересный автомобиль. Мне тоже понравился. Ты со мной на нем погонял, так нормально, да? Слушай, ну как бы тут я тебе отдаю недорого, так-то, если честно. По цене, да? 800 рублей, вот восьмой год я смотрел вчера, цены еще раз. Ну, они в основном 3,6 где-то дизеля. Ну, есть 4,2 мотора, 800, 850, там 9-й год уже 900 миллионов. Ченериста, которые мы пытались себе перевести. Не получилось, да? Да. Не удалось. Не удалось. Все стали торговаться, что будем? Слушай, торговаться наверное не будем. Мы сейчас вот с Андрюхой ехали, я говорю. И думали, да? Может не купить, все-таки думал, оставлю, хрен с ним. Ты так и хотел, да, скорее всего? Все правильно. 670. Так, договаривались. Так, из документов я тебе, по-моему, все, да? Посмотри. Ну, что получается, все? Поздравляю. Ездить. Мобиль наконец-то мы взобрали. Да. Сдорим по балам. Так, ну что, ребят, мы уже на месте, уже подъехали. Встречайте тачку. Это Beho 7-ка, уже в кузове F 2009 года, на 3 литрах, битая за 700, пока 20 тысяч рублей, но мы будем торговаться. Короче, ребят, пока хозяина нет, кстати, продает тот самый человек, который мне продавал Мерседес Банамо комнате на резервном канале был выпуск. В общем, он сказал, подъедет чуть позже, говорит, пока без меня по кузову посмотри, если типа все устроить, дальше будем обсуждать. Приступим беглый осмотр, да? То есть у нас был удар, получается, в переднюю правую часть, у нас отсутствует фара. Бампер треснутый, крыло, видите, да, крылья здесь, так понимаю, пластиковые, крыло порванное, дальше. Бампер, кстати, весь такой убогий, с этой стороны тоже бампер царапанный. Так, дальше, что мы видим? Капот, капот не зацепило, но... А, вот здесь углушек есть, и зазор у нас получается. Видите, да, здесь какой зазор? Здесь крыло, короче, съехал. В общем, по-любому, это крыло под замену, бампер, скорее всего, под замену, фара. Плюс еще, наверное, внутренние повреждения, но тут не видно. Видно то, что вот этот усилитель загнут. В общем, по поводу подвески, там, загнуло или не загнуло, это уже надо будет уточнять у хозяина. Дальше. Видим, что лобовое стекло у нас оригинал. Это очень даже хорошо. Крыша. Крыша, к сожалению, у нас в пленке. Что это, пленка или краска? По-моему, пленка. Тачка, прикиньте, открыта. Стоит около дома. Так, 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 по салону, значит, у нас что? Ну, видно, что тачка побегала. Сиденье уже такое, то ли грязное, то ли от старости просто уже состарилась по цвету. Так, салон. Салон весь в пыли. Что-то ничего не понятно. Здесь у нас что? Я так понимаю, комплектация не самая богатая, да? Бара никакого у нас здесь нет, получается. Колесо какое-то. Так, я думаю, мы, наверное, сможем открыть капот тогда. Так, под капотом, знаешь, что у нас тут? Здесь порвано немного, да? Бля, я чуть не прихлопал. Так, из видимых повреждений, по-моему, еще нет такого потеков тоже. Что я не вижу никаких. Ладно. Капот можно закрыть. Правый бок у нас. Что с правым боком? Правый бок у нас весь целый, получается. Да. Ну, в принципе, все понятно. Осталось только запустить, прокатиться. Понять, как вообще тачка работает. Кстати, он что-то говорил, что какая-то у него ошибка, типа... Какое-то время тачка едет, там сколько? Минуту где-то, да? Полторы. И потом уходит в ошибку, типа, падение мощности. Сейчас я ему позвоню, и он уже подъедет. Будем более детально смотреть. Привет. Сейчас, дорогой? Да, давай это запустим, послушаем. Открой сразу капот. Давай, запускай. Давай, запускай. Давай, запускай. Давай. Давай, запускай. Что это происходит? Не запускается без ключа? Ты выжил, Торос? Да я хотел по этим, по ошибкам посмотреть, что гаснет Что? По ошибкам хотел глянуть, что гаснет Да я вот увидел, сейчас все нормально Нет, там так-то все есть По коробке, ты говорил, что там, пинок какой-то небольшой, да, есть? Там, блядь, с какой-то, с четвертой на пятую, что ли, то ли, что? Короче, этот, ну прокатиться лучше Ну так, двигатель вроде нормально, да, работает? Вчера, короче, вот, блядь, рычаг меняли Вот это вот все прикручивали Что-то, походу, здесь задели Потому что после сервиса А, рычаг все-таки ты поменял, да? Да, после сервиса поехал я Все там перепрошили Рейку вот эту активную, короче Ага Что еще? Ну, все эти убрали Ошибки там по ESP Вот эти были ошибки Все убрали Что-то здесь задели, походу И когда я уже поехал У меня начала вот эта хуйня выскакивать А этот Привод Я понял Давай вот здесь назад-вперед прокатимся просто Ну, прямо вот здесь вот можно назад сдать там, например Или мы тут не дойдем до третьей скорости Чтобы на трассу просто не выезжать Ну, здесь за третьей Нет, ты пинка здесь не почувствуешь точно Надо разгоняться Да? Может не с третьей Там с четвертой Может на пятую Что-то такое На километр в шестьдесят надо ехать А наш без пневмом, да? Там сзади пневмом А, сзади только пневмом Резина зима же здесь стоит Да Еще два баллона Это летний, по-моему, баллона Там обшивка в багажнике Свечи есть Новые Иридевые Короче, ты едешь И через какое-то время Она у тебя в аварию уходит И просто едет Ну, увлечивается, короче Вот это вот Привод Ошибка Ага И этот Снижено Типа Сейчас я тебе покажу фотографию Но это через Какой период времени происходит? Да, бля Это может вот ехать Может ее не быть Я не знаю А, иногда, короче Да? И она едет там Сколько-то километров 20 максимум, типа, да? Ну, не 20 Она просто оборотов, блядь, не сильно дает Ты можешь так-то ехать на ней Просто она как в аварии, как будто Все понял Ну, так, что Все ясно Все понятно Комплектация у нее Я так понимаю Не самая богатая, да? Я не знаю Ну, что там Мониторы сзади Тут вроде бар Обычно должен стоять Сзади Ну, давай Сейчас я прям Это Пять минут подумаю И тебе скажу Хорошо? Ну, что, я поехал Доберешь или как? Да, ты езжай Сейчас Давай, давай Давай, знаешь как Ты, короче, езжай Ты там на работу же, да? Ну, я сейчас домой пообеду Да Сейчас я пять-десять минут подумаю И тебе прям перезваниваю Все В общем, ребят Зал паузу Минут 10-15 Вот сижу, думаю Вообще Стоит взять эту тачку Рискнуть Или Лучше не лезть Потому что Цены там, конечно На каждую деталь Просто космос Там даже Возьми тупо фару Там тысяч тридцать Наверное Минимум она будет стоить Ну, тачка, конечно На первый взгляд Усосанная Конечно Лучше еще прокатиться Ну, если он за нее Хочет семьсот тысяч Да Пока мы на такую цену Примерно договорились Я думаю Еще поторгуемся То Ауди Которую Я продавал В начале ролика За шестьсот семьдесят Мне кажется Блин, дешево я ее продал Потому что Вот сейчас Даже сидел Мониторил рынок На дроме Посмотрел Самая дешевая цена На ауди Ку-7 Как у меня Была Четыре Два Это Семьсот Тридцать тысяч Рублей Представляете Это седьмой год А у меня был восьмой Короче Смотрел Специально До Две тысячи Девятого Года Ку-7 Там на любом Моторе Вот смотрите Первая цена И семьсот тридцать Это уже другой Мотор Вот Девятьсот семьдесят Вообще Просит Ну в общем То Такие вот Цены Даже Девятьсот Весит Блин Все-таки Нужно было Наверное Выкладывать Объявление На дром Мне кажется Я бы там Смог Выгоднее Продать И заработать Больше Так что Не совершайте Моих ошибок Вкладывайте Объявление На дром Покупайте Продавайте Тачки Там Ссылка Будет В закрепленном Комментарии Ну а мы Все-таки Погнали Наверное Рискнем Возьмем Эту Тачку Сейчас Только Прокатимся И будем Торговаться Все Вот Привод Ошибка Продолжать Движение С небольшой Скоростью Полная Мощность Привода Больше Недоступна Слушай Что-то Ночью Как-то Печально Едет А Все Надо Глушить Короче Глушить Давай Сейчас На заправке Встанем И чек Загорелся Да Сразу Она постоит Он пропадает Короче Чек Сюда Можешь Заяхать А Еще Надо Сейчас Постоять Все Весь Трясти Начало Глушить Да Прыжать Бля Может Что-то Из катушки Это Хуй Знает Ну Короче Это Все Случилось После Того Как Вчера Я Заяхал В Сервис А До Этого Не Был Да Что-то Ее Коробить Прям Это Что значит Закрывай Закрывай Закончается Что происходит Ну Бля Это Может Из-за Ключа Короче Ты не Привяз Этот Ключ С собой Да Нет Это Батарейка Батарейка А Нет Вон Видишь У нее Что это Такое Комфортность Езды Вот Динамик Драйв Динамичный Контроль Батарейка Батарейка Тачку Они Поставили До Этого Такого Тоже Вообще Тачка Все Время Ездила И Они Въебались Короче Перед Новым Годом Они Поставили Вот Сейчас Ее Выкупили Машину Я Ее Забрал У меня Тоже Такого Не Было И Вот Вчера Такая Хуйня Появилась А Че Она Эти Стекол Открывает Че Происходит Типа С ней Че Нет Я Не Знаю Че Че Тут Происходит Напишите В комментариях Че Происходит С ней Вообще С Этой Тач Че Она В Аварию Уходит Все Стекол Открываются Непонятки Какие Но Машина Честно Говоря Уставая А Мы Даже Багажник Не Открывали С Тобой Ну Не Открывали Это Че Это Это Вот То Что Было ДТП Походу Да Вот Ее Выкинули Или Что Резина Какая Резина Это Один Там И Здесь Один Так А у Нее Еще Резина Сейчас Разная Стоит Да Ну Вот Три Колеса Зима Вот Там Одно Лето Стоит Три Зима Одно Лето И Радиус Разный Нет Поход Делан Ну Не Радиус А Этот Какого Ну Я Понял Тебе Параметры Да Ну Вот 245 На 50 235 На 60 Че С ценой Будем Делать Если Ну Ну Ты Сам Видишь Ну Мерседес Честно Получше Состояние Понятно Лучше У тебя есть Там Свои Края По цене У меня Комфортнее Конечно Ну смотри Мне Вот Этот У меня Есть Человек Кто Свой Что ли Предлагает Ну Не Тоже Свой Через Своих Ну Так А мы Уж Тебе Свои Стали Нет Почти Ну Так Давайте Мне Хоть Больше Предлагай Ну Пляй 690 Вот Это Прям Вообще Прям 690 Давай Пятерку Я Еще Уступаю Дальше 690 695 Я Ее Буду Восстанавливать Это Там автобус Сигнали Все Давай Так Ребят Наступил У нас Следующий День Вчера Уже Ночью Благополучно Доехал Я до гаража Загнал Тачку Ну Как Благополучно Кое Как Короче Я Доехал Тачка Постоянно Вылетает В ошибку То есть Набираешь 60 Километров Примерно Все Она Сразу В ошибку Приходится Глушить Заново Запускать В общем Приехал Александр Ко мне Чтобы прочитать Ошибки Диагностировать Вообще Весь автомобиль И сказать Ну Есть ли там Потенциал Или нет Он не знает Что это за машина Он сейчас Первый раз Ее увидит Санек Скажи Ты догадался Вообще Что это за автомобиль Примерно Из марок Хотя бы Там Немец Японец Что-то А? Ведро Какое-то Не Ведро Это ведро А какой автомобиль Примерно Там Мерседес БМВ Ауди Ну так Просто Скажи Ну я знаю Что ты не знаешь Ну скажи Просто Не знаю Епошка Епошка Что я обычно Беру Разве Епошку Ну Ну Почти Ладно Давай Откроем Багажем Встречай Александр Как тебе аппарат Неплохой? Не хватило тебе Семерчик У меня еще Не было Такой Ну что Давай посмотрим Что там у нас По ошибкам Тачка Слегка Битая Слегка Отжатая Кое-как Я короче Доехал До сюда Потому что У нее Непонятно Что с приводами У него был Короче Удар Вот В левую часть То есть Там он менял Рычаг И Соответственно Не делали Ни развал Ничего Короче Что-то происходит С приводами С коробкой Непонятно Вообще Что происходит Но так Вроде По мотору Работает ровно Да Давай Свет Вруно Что за мотор Мотор Трешка Как на Иксе Получается Ну короче Я еду Гагаринский Дом 3 Гагаринский Дом 3 И она Что-то у нее С этим Ошибка По приводам Выскакивает Типа Привод Что-то Неисправен И она В ошибку Уходит Мощность Теряется И она Не едет Потом Глушишь Опять Запускаешь Опять В руль Поехал Так Ребят Санек Сейчас Сам За рулем Прокатится Но мы Вместе С ним Чтобы Понять Что с ней Происходит Кстати Когда я ее Смотрел При покупке Мы почему-то Думали Что у нее Я не долез Просто До Заднего Ряда Сидений Мы почему-то Думали Что она Не в особо Хорошей Комплектации Но комплектации Здесь Я так понимаю Почти жир Короче Комплектация Пушка У нас сзади Раздельный диван Холодильник В подголовниках Стоят мониторы Короче Комплектация Это оказалось Топ Но почему-то При покупке Я думал Что это Не особо Такая комплектация В общем Ладно Сейчас закрой гараж И помчим кататься Вот Видишь Что пишет Ограничение Типа Комфортной езды Динамик Драйв не работает Но это Одна из ошибок Сейчас еще будет Плюс Этот Гур Будет Да С Гуром Что-то Это проблемы Какие-то Он как раз И Качает давление Активный стабилизатор Да Почему-то Выскакивает Типа Ошибка Привода Ну может Как раз Вот С активной Подвеской Что-то Связано Выскочит Все Присчитаем Сразу Так а ты Сейчас Типа Все сбросил Да Все ошибки Да Там много Было Как обычно Она понимает Целый Пучок Да Около 70 Ну Всего Лишь Там Около 70 Примерно Видишь Она Ее Чуть Чуть Перекосило У нее Задний Балон Пневмный Почему-то У нее Спереди Пружина Типа Вот Видишь Что Происходит Толчок Вот Такой Буксует Типа Вот Видишь Полная Мощность Привода Больше Недоступна Типа И все И она Потеряла Мощность Короче Ну а так Вообще Санек Потенциал То есть У автомобиля Или все Зависит От денег Вложенных Сюда В пульте Кнопка Заведает Она сейчас Нажата Да То есть Она окна Открывает То есть Это не из-за Того Что батарейка Села Нет Там Короче Ну ошибка Как раз По кнопке Что Заедание Лучше Но это В них Нормально То есть Часто То есть Его разбирать Надо Да Там Копейч Ну одна Проблема Уже Практически Решена Подавление В топливной системе Есть ошибка Все таки Давление В топливной системе Не хватает Да Давление После ТНВД Низкое Ну что там Все что угодно Может быть От насосов ТНВД Может быть Ну а так По мотору Есть какие-то Критичные Там пропуски Может зажигание По мотору Только одна ошибка И все вытекающие Из нее Плюс На лямбды Провод Получается По правой стороне Либо они Не подключены Короче Поездили Они Походу Да Поджигали Это же Не в один момент Все произошло Правильно Да ясно Все так Плавненько Ломалось Короче Поэтапно Выходить Не было Да выходила Из строя Там денег Не было У людей И они просто Короче Докатывали 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 И в итоге Да Прилетел В этот Передний Левый угол И все Докатали Короче Ну а так Каждая запчасть Здесь стоит Денежных средств Да Больших Скорее всего Да Потому что Это семерка БМВ Ну итог Какой Мы ее на ноги Поставим Нет Не знаю Наверное Все зависит От твоего кармана Все зависит От денежных Средств Уложений Короче Открыли Что это Бачок Гура Да Получается Который идет На всю подвеску У нас здесь При работе Двигатель Видите Да Пузырится Такого быть Не должно Правильно Но именно Из-за пузырей У тебя И есть Боющий Звук Как пузыри Почему Либо Система Негерметичная Либо Насос Короче Тоже смотреть Надо В общем Ребят Сейчас Вы увидите Еще раз Перебивки Этого Автомобиля Потому что У нас По нормальному Не получилось Короче Передадим вам Так сказать Всю красоту Этой Усосанной Тачки Ну В общем Ребят Подведем Итог Тачка Очень Печальная Ну Как бы И цена Сами понимаете Да Первая цена Сейчас Тем более Рынок Подскочил В планах Конечно Ее Взбодрить Не знаю Получится У нас Это сделать Или нет Естественно С кузовом Разобраться Ну И самое главное Это разобраться С технической Частью Потому что Там Ну Ток Что Сами Все Видели Да Куча Ошибок Туда Сюда Непонятно Ну Хотя Радует Одно То Что С мотором Вроде Ничего Критичного Как бы Нет Там Пропусков Никаких Не было Прямо Сильных Таких Ошибок Тоже Не было Напишите В комментариях Вообще Ну Как вы Думаете За сколько Получится Поставить Ее на ноги Конечно Мы будем Стараться Не сильно Да Колхозить Но Максимально Бюджетно Насколько Это получится Ее установить Чтобы Я какое-то Время На ней Поездил Потому что Она не Для продажи Ну Она Потом Будет Продаваться Но Сначала Я сделаю Для себя Поезжу И уже Буду Продавать А на этом Выпуск Подходит К концу Всем Спасибо Огромное За просмотр Если вам Понравился Этот выпуск То Поставьте Лайк Обещаю Что Скоро Уже Очередной Выпуск У нас Выйдет С BMW X6 Просто Есть там Свои Сложности Свои Трудности Поэтому Не торопите Все Всем Огромное Спасибо Удачи И пока Ну что Нормально Получится Лихо Ета